Добрый вечер. Цетал и канал Симон. Программа «Субъективно». Спит сумком и тыжня. В студии Александр Давтян. Добрый вечер, Александр Саркисович. Добрый вечер. Вот ваше общее впечатление от прошедшей недели. Как было больше тревоги, напряга, негатива или все-таки вдохновляющих каких-то событий? Но, к сожалению, у нас в последнее время вдохновляющих все меньше и меньше. Напряженная ситуация. Точно такое мое впечатление и в Харькове, и в стране очень напряжено было в прошедшую неделю. Мы работаем в прямом эфире. Это значит звонить к нам в студию. Вы можете задавать свои вопросы или предлагать темы для обсуждения. Телефон прямого эфира 057-763-19-12. А мы начнем с дайджеста короткого изложения событий прошедшей недели. Понедилок. Туши семи свини у Мишках знайшли на стихийном узвалище при виїзді з вулиці Світлої на Кільцеву дорогу. Співробітники Держпродспоживслужби відразу відібрали проби. Після цього рештки тверен спалили, а територію продезінфікували. Прошло документальное подтверждение наличия ДНК вируса африканской чумы свинии во всех трех пробах, которые мы отправили на полцарскую лабораторию. Поліція відкрила справу за статтею «Порушені ветеринарних правил», яке спричинило поширення епізоотії. Набирає обертів історія зі страшною знахідкою. В полі біля селища Кутузівка знайшли трьох цуценят рідкісної породи Тоса Іно. Два з них були мертві. Щеня, яке вижило, гавкало на рятувальників та облизовало тіла своїх брата і сестри. Ми успокоїли щенка, взяли його на поводок, посадили в машину, осмотріли його. Переломів і якихось ран ми не знайшли. У знайденіх щенят були клейма та чіпи. По ним становили заводчицю. Першого числа вона їх продала перекупщикам по ціні тисячі доларів за кожного. Прокуратура зайнялася цією справою. Подія буде розслідуватися за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». За добу картки для проїзду в метро в Харкові поповнили майже на 17 мільйонів гривень. 6 лютого виконком міськради погодив новий тариф у підземці – 8 гривень. Для пасажирів, які поповнили картки до 7 лютого, продовжує діяти вартість проїзду в розмірі 5 гривень. Рішення про підвищення тарифу викликало ажіотаж серед пасажирів, щоб заощадити, аж до півночі люди стояли в чергах. Деякі купували відразу по кілька карток і поповнювали їх на максимальну суму – до 500 гривень. Справа по ДТП на Сумській на фінішній прямій. Всереду суд перейшов до дебатів. Після них буде оголошення вироку. На початку засідання адвокат Дронова заявив про відвід судді. Клопотання відхилили. Прокуратура просить для обвинувачених 10 років в'язниці. Нагадаємо, аварія сталася 18 жовтня 2017 року. На місці загинуло 5 людей. Згодом у лікарні померла ще одна постраждала. Зайцева свою провину визнала Дроновні. Четвер. В Харкові підбили підсумки роботи патрульної поліції за минулий рік. Майже 3 тисячі злочинців затримано по гарячих слідах. Більше 200 людей, які знаходилися у розшуку, знайдено. Середній час проїзду копів на місце події – 8 хвилин 54 секунди. Цей показник вираховується з моменту, коли поліцейський отримав виклик на планшет. Існують випадки, коли, наприклад, на великих районах виклики ставяться в чергу. Тобто, наприклад, 10 екіпажів патрулює Московський район, але викликів, наприклад, 50. П'ятниця. Близько сотні активістів закидали яйцями зеленкою консульство Російської Федерації. Під стінами консульства в Харкові зібралися представники українських націоналістичних рухів і організацій. Акцію протесту вони вирішили організувати, тому що дізналися про призначення нового дипломата, що представляє Росію. За словами активістів, на призначенні повинні були бути присутніми проросійські організації з Полтавської і Сумської областей. Вони там збиралися спілкуватися, але коли вони дізналися, що ми в курсі за цю ситуацію, вони, я так розумію, відмінили всі свої заходи. І в ближайший час не будуть більше збиратися. Слава нації! Ми – ворога! Україна! Бо на туся! Увечері 9 лютого в Харківському метрополітені відбулася раніше анонсована акція протесту проти збільшення вартості проїзду. Молоді люди забігли на станцію через двері для виходу і перестрибнули через турнікети і огорожі. Відео розмістили у соцмережах. Раніше адміністрація метрополітену у відповідь на заклики проходити через турнікети безкоштовно нагадала, що це є закликами до вчинення дій, що загрожують громадському порядку на об'єктах метрополітену. Неділя! На площі Конституції у центрі Харкова пройшла акція протесту проти підвищення тарифів на проїзд метрополітені і міському наземному електротранспорті. Зібралися близько 250 громадян. Учасники акції протесту заявляють, що підвищення тарифів призвело до того, що харківський громадський транспорт став найдорожчим в Україні. Крім того, на думку мітінгувальників, були порушені всі можливі процедури погодження та підняття тарифу на проїзд. Присутні на акції вимагали скасування рішення міськвиконкому. Ми знайшли цілий ряд процедурних нарушень. В связи з цим ми будемо обжалувати це рішення в судебному порядку. І ми вважаємо, що при абсолютно незангажуваному производстві поділу у нас є всі шанси це рішення в судебному порядку відмінити. Напоминаю, ця програма суб'єктивна. Ми працюємо в прямому ефірі. Телефон прямого ефіра 763-19-12. Ми продовжаємо. І так, такі события ми визнєли в житті Харківщини як основні. Хотілося б рознати ваше мнення. Считаєте ли ви, що це основні? І у вас є свій перечінь основних событий в прошедшій неді? Ну, ви знаєте, будь-яке, що відбувається в житті того чи іного чоловіка, він його считає основним. На самом деле, ці всі вещи можна охарактеризувати, можливо, несколькими словами чи несколькими фразами. І, можливо, ми іногда робимо ошибку, що якісь события, знаєте, починають обсасувати там в сетях, по телевидению, в газетах. А вони не столь важні, і можна це все быстрі рішати. Може би, тому у нас і відбувають всякі такі события, тому що їх дуже багато освіщають. Я не знаю, яким-то образом, якась-то скотина, извиніте, убила двоих собачек і одну бросила. Була ли це заводчиця чи хтось, глупо покупати собак по тисячі доларів для того, щоб їх убити. Це, можливо, сумасшедший, ненормальний, можливо, їх украли, можливо, ще якось. Єсь статья о злостному нарушенні правилу, о жистокому обращенні. Я думаю, поліція доджина цим зайняться. Уже зайнялася. Да, і розслідує, хто це. Бросили свиней з зараженних. Тож поліція доджина зайняться і менше давати інтервію, більше зайняться следствием. Какі там ще? Ще у нас було ДТП на Сумській, перейшли к дебатам, последній вже. ДТП на Сумській. Ви знаєте, я вот сьогодні ехав на роботу, живу я від роботи ровно 3 км. У мене на глазах произошло, извините за таке сравнення, вот три таких дронова у мене на глазах рванули на жёлтый свет. Один даже на маршрутному автобусі. Красний ще в жёлтый не перешёл, он уже рванул на пешеходний переход. Вот я бы хотел обратиться к людям, чтобы они всё-таки задумались. Человек переехал линию остановки на светофоре и рванул на жёлтый свет. І 10 лет он за це получит. Може би 9. Може би судья, як обычно, у нас там на годик дадуть менше, чим прокурор. Зайцева, которая решила с кем-то посоревноваться і чуть сильній нажала на педаль. 10 лет надо буде обдумувати ці вопросы. Хотя на самом деле, наверное, это всё было продумано і пережито за первые 2 недели в тюрьме. Вообще, у меня було таке предложення. Знаєте, когда-то оно, конечно, не очень лояльне, нормальне. Вот после школы всіх должны сажати в камеру. То есть? Вот всё, здал екзамены, посадили бы на 3 дня в камеру. И я уверяю, что сразу вылетит из головы тюремная романтика. И количество преступлений... Поживёт 3 дня в камере, в СИЗО. Уроки жизни. І преступления сократятся ровно на 50% как минимум. Потому что, коли люди увидят, що там происходит, не захотят нарушать. Да, пожалуйста. У нас є телефонний звонок. Пожалуйста, ми вас слушаємо. Представьтесь, пожалуйста. Алло, добрий вечер. Добрый. Меня зовут Раиса Івановна. Я звоню з Московського района. У мене такой вопрос господину Довчану. Александр, будьте добры. Может, это не к вам, но я уже не знаю, куда я не обращалась по поводу нормы газа на человека. Вот 30 января на заседание Кабинета Министров премьер-министр Ройсман сказал, что норма газа на человека уменьшается. Вместо 9,8 устанавливает 3,29 куба. Но не назвал номера постановления Кабинета Министров. Я уже несколько раз звонила в Газбыт. Мне отвечают, что у них норма газа на человека 9,8 и такие же присылают нам платежки. Я звонила несколько раз, обращалась на правительственную линию 15,45. Три раза. Мне до сих пор нету ни одного ответа. Будьте добры. Еще, пожалуйста, если можно, по поводу счетчиков. Я снова же звонила в этот Газбыт. Спрашиваю, как можно мы с мужем, оба пенсионера, инвалидов 2-й группы, ветераны труда, дети войны, можно нам по льготному списку установить счетчик? Нет, говорят, у нас никаких льгот нету. Ждите общей очереди, когда в ваш дом будут устанавливать счетчики, тогда установят и вам. Будьте добры. Можете мне на этот вопрос что-нибудь ответить? Спасибо большое за вопрос. Ну, конечно, не могу ответить, потому как я не работаю в правительстве, я не работаю в частной акционерной компании «Харьков Газ». Если Гройсман это сказал, надо, наверное, зайти на сайт кабинета министров, если есть какие-то постановления, то, наверное, они там должны быть опубликованы. Я, извините, не могу вам на это сказать, ответить. Но если у вас возникают вопросы, можете прийти в мою депутатскую приемную, мы напишем запрос в кабинет министров для того, чтобы получить официальную бумагу с ответом. Потому как, знаете, языком ляскать не мешки ворочать. Сказать это одно насчет, мы, наверное, будем сегодня говорить насчет вот этих всех обещаний, популистских высказываний. Очень многие политики почему-то забывают, что их слова люди воспринимают всерьез, потому что привыкли верить людям, власть имущим. А на самом деле получается вот такая ситуация. Ясно. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И вы можете звонить к нам в студию, вот как только что сделала Раиса Ивановна. По-моему, так звали нашу телезрительницу по номеру телефона 763-19-12. А мы продолжаем. И хотелось бы рассказать еще об одном событии, которое прошло в субботу в Харькове. Но касается вообще всей Украины. Речь идет об акции в поддержку временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун. 5 января 2019 года окружной админсуд Киева временно запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, частично удовлетворив иск нардепа-радикала Игоря Масичука. Одним из аргументов которого было наличие у Супрун гражданства США. Вот об акции, которая прошла в Харькове в материале Алики Пихтеревой. 5 лютого за решением окружного админсуду Киева было частково задовольнено заяву народного депутата Игоря Масичука про відстороннення від виконання обов'язків министра охорони здоровья Уляны Супрун. Харьковьяни, які не згодны с таким решением, організовали акцию на поддержку Супрун та медичної реформи. Медреформа не може виконатись протягом години, тижня або навіть року. Для реформування в Україні, я вважаю, потрібно не одне п'ятиріччя, можливо, більше десяти років. Медреформа – мрак, в руці ні! Медреформа – круто, в медреформі – бути! За словами Антона Лисенка, вони хочуть привернути увагу небайдужих та започаткувати схожі акції по всій країні, аби в суді та Верховній Раді до пікетувальників прислухалися. Пікет харківських студентів на захист Супрун викликав неоднозначну реакцію серед перехожих. Це не реформа її, це є геноцид. Ульяна Супрун є, без медичної освіти, диплому немає. Як це лікувати людей простуду з Кузняком? Скажіться, ця хвора людина тільки може таке говорити. Незгодні з пікетувальниками люди викликали службу охорони. Її представники спробували припинити страйк. Але дозвіл на проведення акції в електронному вигляді охоронці розглядати відмовилися. Акція продовжилась. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Уважаємо господа, давайте вже определимося. Нужна нам Супрун? Как она устраивает нас, как там главный фельдшер, потому что образования у нее нет высшего для того, чтобы быть главным в медицине, министром. Ну, пусть хотя бы сдаст американский паспорт. Но она же американский паспорт сдать не хочет, потому как, когда здесь закончится время ее пребывання в Украину, она спокойно опять уедет в Америку. Ей абсолютно будет все равно, как тут будут люди лечиться, как они будут покупать лекарства и будут ли покупать их вообще. Поэтому судья, наверное, не смотрит на эмоции, он смотрит на закон. По закону Украины двойное гражданство запрещено. Все, крапка. Я, например, за двойное гражданство. Я считаю, что человек имеет право выбрать себе одну-две страны, где он может. Может быть, у кого-то есть историческая родина, какая-то, не знаю, любая. И он считает себя, родился в Украине, живет в Украине, но есть историческая родина. Почему бы не быть гражданином двух стран? Но по-любому человек, который идет на госслужбу, не имеет права иметь двойного гражданства. Это даже в тех странах, где оно есть. Поэтому есть решение суда, его надо выполнять. Есть решение наших законов. Запрещено иметь двойное гражданство. А то у нас, получается, приехал кто-то, ему дали гражданство. Он то не сдал. Как у нас была госпожа Яреська, Брамявича, Саакашвили. Но тут вообще, по-моему, труболёт. У него вообще нет никакого гражданства. Теперь Украина забрала, Грузия его лишила, если я не ошибаюсь. То есть вообще ничего. Ребята, приезжайте в Украину работать, выполняйте законы Украины, и все будет нормально. Прискорбно, что обратил на это внимание тот господин радикал, у которого у самого рыльца в пушку, и он сам перед законом не очень чист. А теперь он кому-то тыкает, что вот такая реалия нашей политической жизни. Ну вот, с другой стороны, вот если посмотреть на Уляну Супрун, то, на мой взгляд, она достойно выполняет свои обязанности. Это первое. А второе, ну даже не об этом речь. Вот сами суды, доверие к судам очень низкое. Понятно, вы правильно сказали, закон есть закон. Но, с другой стороны, вспомните, у нас было два генеральных прокурора. Паша, а кому у нас высокое доверие? У нас у Верховной Рады доверие 5%. У самого достойного кандидата в президенты 15%. Ну, это абсурдная ситуация вообще для выборов, ну, в международном масштабе. Это абсурдная ситуация, когда там 44 человека, и из них, ну, наверное, 10 имеют там по 5, по 6%, по сколько-то. То есть, абсурдная ситуация, конечно, абсурдная. Ну, вот, и Верховный Совет, который имеет 5% доверия людей, которые его выбрали, сегодня от имени всех этих людей принимает какие-то важные для страны, для людей решения. Да, звонок там. У нас, да, телефонный звонок. Вы на линии. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте. Вы можете говорить? Вас беспокоит поселок Высокий, Батичева Ольга Марсовна. Говорите, пожалуйста, вас плохо слышно, вы уже в эфире. Хорошо, я буду говорить громче. Да. Вас беспокоит Батичева Ольга Марсовна. Я задаю такой вопрос. Как мне, я как дитя войны, как мне вернуть льготы? То есть, у меня была субсидия, потом субсидию мне не дали. И льготы тоже не вернули. Ну, наверное, надо обратиться в соответствующие органы, которые выдают эти льготы. Ну, как выдают? Их выдали. Подтверждение есть, ему есть. Ну, обратитесь, пожалуйста, ко мне в приемную. Это в гостинице Харьков, депутатская приемная. Хотя Высокий не входит в город Харьков. Но у нас есть депутаты областного совета, у нас есть депутаты Верховного совета. И постараюсь Вам помочь. Во всяком случае, что касается на уровне Харьковской области, мы получим ответ для Вас, чтобы было понятно. Или Вам должны эту льготу дать, или Вы на нее не имеете права. Как это не имеем права? Ну, я не знаю, я же не могу с Вами спорить, имеете, не имеете. Поэтому, пожалуйста, мы Вас ждем и с удовольствием попытаемся Вам помочь. Переходим к следующей теме, или продолжим по Супрум. Так, как угодно. Вы знаете, по Супрум, еще раз говорю, что если ее деятельность... Я не могу судить, потому как, ну, наверное, и неправильно. Если ее деятельность соответствует законам Украины, если она важна для наших реформ, если она важна для страны, то надо за госпожу Супрум бороться. Но еще раз говорю, надо пусть она определится, она гражданка Америки или гражданка Украины. Ну, вот у нас такой закон, ну, нельзя. Если я не ошибаюсь, в Америке тоже нельзя иметь двойное гражданство. Не могу точно сказать, но там даже... Ну, у меня есть такая... Там даже же дело не столько в двойном гражданстве, как было то, почему ее все время временно исполняющая, по закону она имеет право быть только месяц исполняющая, она уже два с половиной года исполняющая, потому что именно она настолько яро борется с коррупционерами, что ее невозможно, все знают, провести через Верховную Раду, сделать министром. Так нарушать закон о двойном гражданстве, это та же коррупция. Она вот честная, она не берет никаких взяток, ничего. Она всем мешает. Ну, так давайте ее тогда сделаем не исполняющей обязанности министра, а гражданкой Америки, которую мы по контракту взяли на какую-то работу, с чем-то бороться. Или что-то там продвигать. Но она же на государственной работе. Она нарушает, она сама нарушает закон. Будучи гражданкой двух государств, она нарушает закон. Все, крапка, тут обсуждать то особо нечего. Скажите, вот то, что сейчас поднялась такая волна, как вы правильно говорите, те, кто был против сейчас, все за, потому что власть заступилась и так далее. Это не является давлением на суд? Ну, судьи, видите, давлению не поддаются, молодцы. Увидим завтра. А вы понимаете, вот, ну, может быть принято абсолютно политическое какое-то решение. Вы знаете, у нас же судьи зависимы. Вот в Америке они независимы ни от кого. Там судья ни от кого не зависим. Только от своей совести. Нельзя сказать, что там сто процентов судей, все, ну, такие, потому что смотрим американские фильмы, там и судьи нарушают закон. Но очень редко, потому что это институт, очень важный, очень значимый. И человек, который становится судьей, это уже, ну, будем считать, что по нашим меркам, то он кристально честный. У нас можно оказать давление на судью, точно так, как и на кого угодно. Двойное гражданство, я, читая из прессы, это не выдумываю, да, там, наверное, процентов 40 Верховной Рады имеет двойное гражданство. Может быть, еще там члены кабинета министров тоже. То есть, и когда человек имеет двойное гражданство, для него это тоже не преступление. Ну, имеет там Супрун и имеет. А по закону это, ну, не преступление, ну, наверное. Ну, да, нарушение. Нарушение какое-то, да. Хорошо. Также хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 763-19-12. А еще об одном событии хотелось бы поговорить. В четверг, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституцию курс Украины на Европейский Союз и НАТО. За принятие законопроекта 90-37 в целом на заседании проголосовало 334 депутата, а по конституционному большинству это больше 300. Проголосовало 334. Вот давайте посмотрим, как это было. Верховная Рада ухвалила зміни до Конституции щодо курсу на вступ до Евросоюзу и НАТО. Закон стратегичный. Ним парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и незворотность европейского и евроатлантического курса державы. Президент Петро Порошенко привітал решения Ради та висловил впевненість у того, что украинская влада и надалее проводитыми реформи спильными зусиллями. За словами главы державы, двері НАТО открыты для будь-якої страны, у которой здатні забезпечить виконание целей Вашингтонского договора. НАТО – это про безопасность. Безпеку не только войсковую, не только кардинальные изменения на геополитической карте света, а это и про безопасность гражданина. Безпеку на улицах, защиту конституционных прав и свобод гражданина. Мы идем своим шляхом, и цей шлях – шлях до членства Украины в Евросоюзе и НАТО. Это программа субъективна. И вот, Александр Сергеевич, можете ли Вы сказать, вот Ваше мнение по этому поводу, первое, что изменится для Украины после того, как в Конституции вот закрепили эти евроатлантические устремления, изменения в Конституции? Что мы потеряли бы, если бы этого не случилось, как Вы считаете? Возможно ли какие-то выгоды или, может быть, вред от того, чтобы мы это не сделали? В общем, что Вы думаете вот по этому поводу? Ну, Вы знаете, это, наверное, двумя словами охарактеризовать нельзя. Есть ли у Украины стремление в Евросоюз? Да, есть. Надо ли подгонять наши законы под европейские? Надо. Возьмут нас в Евросоюз? Может быть, когда-нибудь. Быстро не возьмут. Это очень понятно, потому как, помимо того, что мы должны быть в Евросоюзе, мы должны и работать, как в Евросоюзе. У нас бедная страна, самая бедная, намного беднее, чем самая бедная страна Евросоюза. Болгария, Румыния, но ВВП на душу населения, там в той же Болгарии почти в 4 раза больше, чем в Украине. Для того, чтобы жить по-европейски, в первую очередь, надо работать по-европейски, а не зарплаты получать, как в Европе. Потому что получать зарплаты, как в Европе, а продукт не делать, как в Европе, и по количеству, и по качеству, это невозможно. Нельзя делать в год продукта на 2,5 тысячи, а получать тысячу в месяц. Это глупость, это, ну, арифметика не позволяет этого делать. Поэтому в Европу, ну, хотелось бы, когда это будет, не знаю, в моей жизни навряд ли. Это, я абсолютно прозрачно на это смотрю, вижу, да, там звонки. Мы, наверное, на звонки будем отвечать в первую очередь, прерывая себя, потому что надо уважать наших зрителей. Итак, пожалуйста, представьтесь, вы в прямом эфире. Жиблыкин Иван Семенович. Да, Иван Семенович. 38-го года рождения. Живу с братом брат, инвалид Советской армии, 37-го года. Вот у нас поставили счетчики по горячей и холодной воде, уже срок закончился. 9-го числа, 9-го месяца, 18-го года я позвонил фирмы. Сейчас фирма негосударственная. Они мне сначала, я говорил, что ветеран труда и все прочее, нет, только дети войны. Вот и есть. Но нам не выдают деньги. До сих пор никто не выдает деньги. С меня же теплосеть сдерет шкуру за то, что я столько просрочил. Спасибо. Ну, еще раз хочу сказать, на эти вопросы я не могу отвечать, потому что мне многое непонятно. Дети войны, дети какой войны, что это за дети войны, кому эти льготы дают, мы знаем из политических наших моментов. Дети войны это было принято, когда Александр Александрович Мороз был председателем Верховного Совета. И для того, чтобы завоевать какое-то количество избирателей, он придумал такую формулировку «дети войны». Тот человек, который родился до войны или во время войны, он имеет право на льготы. Почему? Я не понимаю. Почему тот человек, который родился в конце 1946 года, не должен иметь льготы, а который родился в начале 1946 года, должен иметь льготы? А счетчики, ну, наверное, это тепловые мережи, надо к ним обращаться. Если есть такие вопросы, вам надо обратиться опять-таки в мою приемную. Мы обратимся в тепловые сети, и мы для вас получим исчерпывающий ответ. Если они обязаны установить счетчик, они его установят. Если не обязаны, то, извините, насилу не будешь. Давайте продолжим по поводу евроатлантических изменений в Конституции. И вот интересно, что оно как бы было вместе, что вступление в Евросоюз и НАТО. Понятно, что в Евросоюз вообще хотели все. В НАТО не все хотели. Вот как вы считаете, вот теперь, когда в Конституцию большинством голосов принято такие изменения, будут изменены они, не обратимы ли эти последствия? Или, допустим, следующий какой-то, или через один, или когда-нибудь? Знаете, на самом деле, наверное, нам надо будет как-нибудь с вами юриста какого-нибудь пригласить, который более квалифицированно это скажет. Ну, на мой взгляд. Ну, у нас же субъективная позиция. НАТО, НАТО не принимает по уставу НАТО, нельзя вступить в этот альянс, если на территории страны идут какие-либо военные действия. У нас они идут. И у нас есть спорная территория. Мы за нее, ну, не воюем, но мы, вот Крым, это территория, которая во всем мире, как бы, есть, она считается во всех нормальных странах. Это украинская территория, страны, которые, Россия в том числе, считает, что это их территория. То есть, территория спорная. Донбасс, военные действия. Каждый день, мы же, давайте откровенно говорить, там идет война, каждый день гибнут люди, мы читаем сводки. Каждый день, ну, может быть, не каждый день гибнут, но гибнут. И каждый день раненые, обстрелы во время военного конфликта НАТО не примет. Это однозначно. Что касается Евросоюза, еще раз хочу напомнить цифры. Украина, у которой ВВП на душу населения, 2,5 тысячи долларов в год. Не может претендовать, чтобы прийти в Европу и, ну, знаете, тут очень много про это можно говорить, но эта вся Европа должна будет работать на то, чтобы Украину подтянуть к своему уровню. А у нас очень сложная ситуация. У нас некому работать. Многие люди, их нельзя в этом винить. Они за лучшую долю, особенно молодежь, они уезжают работать за границу. И здесь получается, кто в Украине сегодня? На одного работающего, чуть ли там не два пенсионера, которых он должен кормить. Он, работая здесь и платя налоги, он должен содержать двух пенсионеров. Ведь пенсия, она же не лежит где-то, ее надо зарабатывать каждый месяц, чтобы этим людям платить. Вот у нас очень сложная ситуация. То есть, страна бедная, страна нищая. И возьмет ли ее богатая Европа к себе под крыло, думаю, нет. Может быть, когда-нибудь. Пока нет. Тогда мы переходим к следующей теме. Это то, что то же самое тоже было на прошлой неделе. Возбуждено уголовное дело против Медведчука. И давайте в небольшом сюжете посмотрим хронологию того, как это было. 5 февраля Генпрокуратура открыла уголовное дело о возможной государственной измене и сепаратизме против лидера пророссийской организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука. Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, заявив о необходимости образования так называемого «автономного региона Донбасс» с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины, говорится в сообщении ГПУ. У политика в ответ заявили, что дело против него, атака со стороны партии войны и внесение изменений в Конституцию Украины относительно автономии Донбасса не означает превращение Украины в федеративное государство. Итак, я думаю, что у Медведчука просто есть какое-то свое видение выхода из данной ситуации. Ведь многие люди ищут какие-то пути для того, чтобы прекратить войну на Донбассе, для того, чтобы все-таки там наступил мир покоя, чтобы граждане Украины с двух сторон перестали гибнуть. Может быть, должны быть какие-то переходные условия, какие-то положения. Естественно, то, что Медведчук предлагает, это все равно должен признать Верховный Совет, должны быть какие-то постановления. Но все понимают одно, что войну надо заканчивать. И каждый человек в правде предполагает какие-то свои видения. Вы знаете, я вспоминаю, вот недавно была годовщина и смерти, и дня рождения Евгения Петровича Кошнарева. И чуть ли не вся страна уже после стольких лет, после как его нет, восторгались ими, говорили. И вот это патриоты. Тут надо вспомнить, что у Евгения Петровича была программа, и он считал, что Украина должна иметь федеративное устройство. За что и попал в тюрьму. Просидел там сколько, неделю, две недели. Поэтому у каждого человека может быть свое мнение. Я считаю, что за мнение осадить нельзя. Призывал ли Медведчук к свержению данного строя или не призывал. Что он говорил, это должны правоохранительные органы дать на это ответ. Возбудили против него уголовное дело. Ну, судя по тому, как у нас по сепаратизму ни один десяток дел открыты. Ни одно не дошло куда там надо. Это доказать невозможно. А вот то, что там на Медведчука по какой-то информации какие-то люди готовят какое-то покушение. Это опять-таки тоже, ну, какие-то домыслы, которые бывший президент Украины где-то там в Москве озвучил. И на основании его слов все говорят о том, что на Медведчука готовится покушение. Вот вам не кажется, что вот эти дела, которые только что мы обсуждали с Супрун и вот сейчас с Медведчуком, они немножко связаны. Вот чем? Все это происходит в предвыборной кампании. И все это, в принципе, выгодно всем участникам процесса. Это, несомненно, выгодно тем, кто нападает на Медведчука. А может быть, это Медведчуку выгодно? Вот, я же и говорю. Это же рекламно. И Медведчуку тоже выгодно. Он показывает, что на него нападают. Но и тем, кто нападает, выгодно, поскольку они показывают свои настроения своему электорату. То же самое и с Супрун. Наверняка это выгодно Масичуку, радикальной партии, которая показывает, насколько вот они за народ и так далее. Это все не предвыборная борьба. Потому что вот эти идеи, которые высказывает Медведчук, они, по-моему, высказывались, я не знаю, сколько времени. Все пять лет. Но никогда почему-то его за это не брали. Сейчас же острие, как бы, избирательная кампания. Надо сейчас говорить какие-то вещи, которые понравятся людям. А людям нравятся вот горелые какие-то или поджаренные факты такие, какие-то сумасбродные высказывания, какие-то дурацкие обещания, которые, ну, абсолютно с реальностью не имеют ничего общего. Там, я вам газ в четыре раза, а я восемь, а я вам бесплатно газ, а я вам газ буду поставлять, счетчики бесплатно поставлю, и еще платить за это буду, если вы будете потреблять мой газ. И люди, к сожалению, в это верят. А бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Это пословица, которую, или поговорка, которую с детства мы слышим. Но почему-то наш народ, вот именно такой, который хочет в это верить. Может быть, людям настолько им плохо жить, вот они хотят верить во все сказки. Верили же мы, что там лягушку поцелуешь, и она принцессой станет. Но в детстве верили. Звонок у нас в студию. Да, пожалуйста, вы в эфире, говорите, представьтесь, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас слышим, мы слышим вас. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Мне восемьдесят четыре года, мужу девяносто лет вот будет. Проработали, он сорок пять лет токаром проработал, я пятьдесят лет проработала. Ушли на пенсию. Вот нам сейчас пенсию немного добавили. Мы получали льготу. Он ветеран трудового фронта войны. Мы получали все время льготу. Пятьдесят процентов льготы на коммунальные услуги. Все. Теперь с нас сняли и льготы, и субсидии нам не дают, потому что у нас большие доходы. Вот что нам делать? Нет. Но если у вас большие доходы, не просите субсидий. У меня большие доходы, я субсидий не прошу. Я не знаю, я понимаю, у людей крик души, я не могу на это ответить. Вот привыкли, да, это, дайте мне субсидии. А за что вам субсидии, если у вас большие доходы? Ветеран трудового фронта. Ну что-то пожилые люди у них уже. Это советская власть приучила, извините, к халяве. Да, вот, ты работал, была уравниловка какая-то, высказывания, ветеран труда. Ну, во всем мире люди работают, сколько-то там работают, потом выходят на пенсию. Ну, они за свою жизнь выпускали какие-то товары, услуги, зарабатывали какие-то деньги. И получают пенсию в зависимости от того, как они работали. Не факт, вернее, что люди, когда они работали, приносили пользу какую-то. Мы же этого не знаем. Поэтому, ну, в каждом конкретном случае, наверное, надо разбираться по-разному. И еще раз говорю, уважаемые зрители, если есть у кого-то какие-то вопросы, ну, не такого характера, я не даю ни счетчики, ни льготы, ни газ не поставляю никому за деньги или бесплатно. Если есть житейские вопросы, в мою приемную, в гостинице Харьков, депутатская приемная, будем пытаться. У меня есть серьезная команда юристов, экономистов. Если закон на вашей стороне, мы добьемся правды, вы получите то, что должны получить от государства. Но, к сожалению, еще раз хочу сказать, у нас бедное государство, чтобы не сказать еще хуже, да, в котором мало кто работает, мало кто что производит, и, к сожалению, голосуют не умом, а голосуют там карманами. За деньги, за гречку, за водку, а многие не идут голосовать, а потом жалуются. Вот голосовать не иду, а потом пять лет будет жаловаться, что вот ему живется плохо. К сожалению, надо выполнять свой гражданский долг. И, вы знаете, в соцсетях недавно такая развернулась полемика после, или это интервью Гордона и было, или где-то выступление на каком-то телешоу Дмитрия Гордона. Он сказал, что надо запретить пенсионерам голосовать или еще там кому-то. Ну, с пенсионерами это Дмитрий, наверное, погорячился, потому что человек, который проработал всю жизнь, что-то делал для государства, имеет право голосовать, имеет право выбирать. Если он не так выбирает, как хотят его внуки, ну, пусть внуки со своими дедушками, бабушками там более общаются. Подробно объясняют им. А вот, например, что бы я запретил? Квоты какие-то, да, во время выборов? Ну, это не квоты. Есть многие люди, которые, например, не участвуют в жизни этого государства. Они не платят налоги. Они не живут на территории этого государства. Вот скажите мне, а как человек может голосовать, если он здесь не живет? Откуда он знает, кого ему выбирать? Вот у меня был такой разговор когда-то с руководителем секретариата, премьер-министра Израиля. Вопрос стоял там о получении гражданца Израиля разными людьми и почему это или есть, или нет. А он ответил, что не могут люди, которые не живут в Израиле, выбирать себе партию или премьер-министра. Потому что для того, чтобы выбирать, надо там жить, надо понимать. А у нас, получается, живет в Америке, в Канаде, в Германии. Имеется в виду гражданин, который живет за рубежом. Гражданин, который живет за рубежом. Нет, поэтому они гражданца не дают. Есть же многие люди, которые хотят получить гражданца, а жить в Украине. Живя в Украине, ты не знаешь, что там происходит. То же самое, я хочу сказать, это относится к нашим гражданам, которые живут в Германии, в Польше, в Канаде, в Америке. Но они хотят выбирать здесь президента. Они хотят выбирать здесь правительства. Они не ездят по нашим дорогам. Они не ходят в наши поликлиники или в медицинские больницы. Как они могут выбирать кого-то? Когда имеют очень приблизительное представление. Они живут там. Притом, вы знаете, еще самое неприятное последние пять лет, что очень заметно. Например, украинская диаспора в Германии. Я вот с ними общался. Они смотрят российское телевидение. И у них представление о том, что происходит в Украине, глазами НТВ, там Россия 24. Но выбирают они здесь. Как это может быть? Такого не должно быть. Так вот, люди, которые здесь не живут больше определенного времени, они не должны тут голосовать. Люди, которые не платят налоги в Украине, то есть не принимают участие в строительстве государства. Их деньги не идут на вооружение, на больницы, на дороги. Потому что государство существует за налоги. Они не имеют права голосовать. У меня был когда-то разговор с одним молодым человеком, который рассказывал, как тяжело его мама живет, проработав 40 лет в горячем цеху. И вот она так плохо живет, а в подъезде у нее грязно, извините, там воняет, лампочки не горят, вокруг дома все плохо. А я ему говорю, а сколько ты налогов платишь? Притом это вопрос был нецеленаправленный. Он как бы в беседе. А он говорит, ну чего их должен платить? Я говорю, минуточку. А чего тогда твоей маме в подъезде должны, за какие деньги ей должны делать подъезд или вокруг дома? Если ты, ее сын родной, не платит налоги этому государству. Вот как бы все очень просто. Платишь налоги, ты законопослушный гражданин, ты строишь это государство и ты имеешь право претендовать на субсидии в пенсии, во время пенсии, на пенсию, на бесплатный счетчик. А если ты ни хрена не сделал для этого государства? Если ты вырабатываешь, как мы взяли эти цифры, ВВП, 2,5 тысячи долларов в год, ты производишь продукта, а получать хочешь 1000 долларов в месяц. Но не бывает сказок, вернее бывает в сказках, на печку сел, щукой мотнул и у тебя полный горшок золота. А в жизни такого не бывает, к сожалению. Не посеешь, не пожнешь. Александр Сергеевич, если так, такая у нас, ну в смысле тяжелое положение, скажите пожалуйста, почему тогда у нас сейчас 44 зарегистрированных претендента на одно место управлять этой экономикой? Это первое. Какое, извините, президент не управляет экономикой? Ну не экономикой, а страной. Это абсурд. Когда люди идут в президенты, я вот обращаюсь к нашим телезрителям, не верьте им, президент не может вам поднять зарплату. Но мы же знаем, газ, все это же, кандидаты в президенты. Президент не может понизить цену на газ. Президент, еще раз говорю, он не может вам поднять зарплату. Вам зарплату может поднять ваш работодатель. Президент не имеет права вообще к экономике, он не имеет никакого отношения. Есть четыре ведомства, которыми руководит президент. Министерство иностранных дел, прокуратура, наглядовый орган, СБУ, государственная безопасность. И четвертый, Нацбанк, монетарная система. Так вот, не руководит президент ни газом, ни зарплатами, ни дорогами, ни подъездами, ничем. Он экономикой не занимается. Почему тогда все эти предвыборные обещания только касаются экономики? Потому что, а если кандидат, ну представьте себе, какой-то усредненный из 44, мы слепили честного кандидата. И вот он будет вам говорить, вы знаете, я сделаю так, что прокуратура будет смотреть за соблюдением закона. Что прокурор не даст милиционеру ходить с вас, вышибать бабки. Или там, не знаю, таможеннику, еще кому-то. Прокуратура будет надзирать за этим и следить за следствием. Чтобы невиновного не посадили. А тот, кто виновен, обязательно получил наказание. Пограничники будут защищать границу. СБУ будет заниматься государственной безопасностью. Пусть лучше занимаются внешняя разведка. Это то, что им положено. Пусть ищут шпионов на нашей территории. Это их работа. Нацбанк ведет нормальную денежную политику. И Министерство иностранных дел будет вести политику за рубежом государства, для того, чтобы поднимать престиж государства. А не ходить там выпрашивать у кого-то какие-то кредиты или еще чего-то. Или, знаете, многие работники зарубежных ведомств посвящают огромное время тому, что приезжают там народные депутаты, они их возят там по городам, показывают за рубежом. Не должны они этого делать. Если президент не продает газ, к нему какие претензии? Понятно. Это понятно. Но, тем не менее, даже действующий президент, все равно, когда это необходимо, вместе с премьер-министром, говорит о том, что субсидии будут выдавать живыми деньгами, и так далее, тоже использует... Но это он говорит, потому что он гарант Конституции. Если закон принимается, он гарантирует соблюдение законов. Но президент не может говорить, что я вам сделаю зарплату, вы будете получать 700 евро. 700 евро зарплата, это 8400 в год. Для того, чтобы 8400 в год человек получал зарплату, он должен хотя бы на 50 тысяч евро, пусть не на 50, пусть в 4 раза или в 3 раза, пусть на 25 тысяч евро продукта произвести, для того, чтобы получить вот эту зарплату. Но нельзя продукт производить на 2,5 тысячи, а зарплату получать 8. Это абсурд. Такого быть не может. Поэтому все, что вам сейчас лапшу на уши вешают во время избирательной кампании, именно так к этому относитесь. Я этому не верю. А вы хотите, верьте. Верите, выбираете, жить будете вот так. Таким образом, не произнеся ни одного имени, мы сказали в общем о предвыборных обещаниях, которые дают большая часть депутатов. Да, вы знаете, смех 44 кандидата в президенты. Это сколько мы собрали? 100 миллионов там где-то гривен. Из них только один пройдет, по-моему. Один или два, да, там у кого-то, кому вернут деньги. Второе место. Президенту. Президенту. А вот, ну, 100 миллионов тоже. Но там же и бесплатное телевидение, еще какие-то им будут печатать бюллетени. Одних в избирательных комиссиях наблюдателей подсчитали, как Харьков город. Миллион 130 тысяч, по-моему, будет. Чего? Одних наблюдателей в избирательных комиссиях. От всех этих... В Харькове или всего? Всего будет столько, как население Харькова. Да, регистрируются, да. Регистрируются для того, чтобы получить наблюдателей. А может быть, кто-то там, я не знаю, потешит свое тщеславие. Вот я был кандидатом в президенты. Люди, которые ничего в своей жизни не изобрели, не сделали. Или там вот, я не знаю там, кто прав, кто виноват. Но вот журналист, который... Ну, опять, я не хочу его обвинять. Я не знаю, в чем там суть дела. Но то, что я читал, парень, который получил деньги, как бы для каких-то целей, а эти денежки он никому не перечислил. И уже несколько дней разговор идет о том, что да, деньги есть, я вот сейчас их перечислю. Но если бы деньги были, их можно перечислить, это ровно 10 минут займет. Почему неделю? Значит, денег нет. Вы, если вы говорите о ГНАПе, о одном из кандидатов в президенте, то там история в том, что, скорее всего, он бы сейчас и перечислил. Но в 2015 году он получил эти деньги и должен был волонтерской организации перечислить. Теперь-то он бы сейчас быстро перечислил. А почему не перечисляет? Сейчас? Да. Ну, потому что сейчас это бессмысленно. Паш, но вы знаете, когда мы 14-15 год занимались конкретно этими вопросами, не имело значения наличные деньги, безналичные. Можно было взять наличные, поехать куда-то, купить то, что нам надо было и вручить этим людям, кому нужна была помощь. И для этого абсолютно не нужны были бумажки, отчеты, накладные. Мы помогали людям. И для этого абсолютно... Ну, я вот ставлю себя на его место, да, если бы я получил. И когда уже... Я о чем говорю? Когда уже его, как бы, ну, как это сказать, за руку поймали, что он эти деньги не отдал, уже неделю разговор идет. Да-да, я их сейчас куда-то перечислю. Да возьми, пойди эти деньги обналичь и отдай. Ну, вообще, честно говоря, это мое одно из самых больших разочарований, потому что... Я его не знаю. Нет, это очень известный такой журналист, который антикоррупционер, он очень много сделал для разоблачения там различных... Ну, в общем, короче говоря... Ну, вы знаете, может быть, он много сделал, только сам он, на мой взгляд, он угробил свою карьеру, вот все, что он хорошая в жизни сделал. Самая короткая, наверное, президентская гонка у него. Ну, гонка, он может и пойти дальше. Просто, понятно, его никто не выберет никуда, как и 43 там еще человека, или 42 еще, кроме него. Это какая... Может быть, это какая-то страшная ошибка. Но я не верю, что 4 года с 15 по 19 9 тысяч евро лежали без движения. Я в это не верю. И какая-то глупость, если он это сделал, это огромная глупость. А вы знаете, именно поэтому, вот когда меня спрашивали, я был за то, чтобы все эти антикоррупционные деятели, все эти общественники заполняли декларацию. Было бы все ясно. У него бы в его декларации надо было указать, что на его счету лежит 9 тысяч евро. Это было бы 4 года назад, понятно. Не надо... Тот человек, который кого-то контролирует, ему нечего скрывать, якобы. А так получается, теперь же то, что сделал господин Гнаб, эта тень ляжет на всех антикоррупционеров. Ну, по крайней мере, осадок остается. Да, но осадочек остался, не очень приятно. Поэтому, ну вот, как бы береги честь молоду. К сожалению, какая-то невеселая у нас сегодня программа получилась, мы обсуждали. А дальше будет еще хуже. Александр Сергеевич, вы просто... Веселого нет ничего. Вот давайте сейчас посмотрим нашу постоянную рубрику, которая называется «Барометр счастья», и в которой у нас это не соцопрос, а просто выходят журналисты наши на улицы города, на улицы Харькова, и спрашивают, просто спрашивают о том, как живется харьковчанам. Давайте глянем, что отвечают харьковчане. Особой радости нет, потому что только в таком возрасте, как я раньше, просто отдыхались, муками нянчились, теперь носишься, деньги зарабатываешь. Без денег выселят с квартиры. Всю жизнь рассчитываю на самого себя. Я себе достаточно заработал деньги на пенсию для хорошего образа жизни. Я очень доволен всем. Это может быть странно звучит, но когда человек работает всю жизнь, и думает о своей перспективе, и думает о том, что он должен рассчитывать только на самого себя, а не на какого-то другого, тогда все получается хорошо. Коммунальные дорожают, пенсии, то, что нам говорят, они там не растут. На 4-5 гривен выросла пенсия, и до свидания. А услуги, все дорожает, нищает народ. Потому что работа есть, семьи на данный момент нет, поэтому занимаюсь саморазвитием, учусь, поэтому все хорошо. Меня я не могу это так характеризовать, но мне кажется, что нам нужны изменения в сторону европейской интеграции. Другие отношения между людьми, уровень жизни выше, демократизация межличностных отношений. В экономическом, наверное, лучше все-таки становится. И в духовном тоже. Не стоим же на месте, значит развиваемся, значит лучше. Значит все-таки прогресс, а не регресс. Программа субъективна. Мы уже завершаем нашу программу, но я все-таки хотел бы, чтобы по законам жанра вы что-нибудь оптимистическое сказали в конце. Хоть что-нибудь оптимистическое. Вот о прошедшей неделе, о нынешнем времени. Есть у нас перспектива или нет, по-вашему? Перспектива есть, только все зависит от нас. Еще раз хочу напомнить, никто не просыпается где-то там в такой богатой Америке, Австрии, Франции и не думает, что бы мне сегодня такого сделать для Украины хорошего. Поверьте, никто. Если мы сами для себя ничего не сделаем, нам никто не сделает. И никто нам не поможет. И никто нас не защитит. Это все мнимое. Только сами мы можем себя защитить. В данном случае у нас за 4 года, за 5 лет создалась с нуля великолепная армия. Она еще будет набирать обороты, будет набирать силу. Армия у нас хорошая. А вот теперь осталось только экономику поднять, чтобы люди работали, платили налоги. Тогда будет все хорошо. Большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня для вас в студии работал я, Павел Велицкий и Александр Давтян. Это телеканал Симон, программа субъективная, с подсумками тижня. И наприкінці хочу сказать, Украина точно переможе, а как это будет, давайте следовать разом. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok